Ученики, которые оканчивают наши школы, для продолжения учебы уезжают в другие города. Назовите, пожалуйста, топ-5 причин, почему ученикам стоит оставаться в Ульяновске. Первая причина – это сами ученики. А вторая – все их мечты. Реализовать которые на территории региона легко. Есть опорные вузы разной направленности, колледжи, площадки для прохождения практики. Будущая акула-пера Милана Братчикова мечтает стать корреспондентом. Да таким, чтобы в огонь и в воду. За правдой. Проложить путь к желаемой профессии ей помогают конкурсы. Один из таких – прообразование. Участвовала вместе с коллегой по цеху Глебом. Стараниями ребят «Копилка Побед» 15-й школы пополнилась еще одним дипломом победителя. Я участвовала как оператор и как корреспондент. Мы приехали туда, начали сразу снимать, работать и как-то фантазировать, что можно снять еще. У нас пресс-центр «Узнавайки». Я уже там где-то практически год, может быть чуть больше. И мы там очень активно, мы часто ездим, нас приглашают на разные события. И мы берем, мы в основном еще работаем в школе, тоже у нас разные проекты. Когда у детей горят глаза, они стремятся учиться и развиваться, профильное министерство может смело ставить галочку напротив поставленных задач на 2022 год. А сделано действительно много. Ульяновская область активно включилась в реализацию национальных проектов. Благодаря этому поступила федеральная поддержка. Деньги пошли на закупку оборудования в школы, ремонт детских садов, строительство новых технопарков. В следующем году работу продолжат. Мы продолжим создавать условия в среднем профессиональном образовании. Ну вот ребята здесь присутствуют и с техниками торговли и питания. Вы видите, какие там у вас уникальные современные мастерские. Ровно то же самое в техникуме дизайна и легкой промышленности. Также современные созданы мастерские. Мы продолжим это в 2023 году в других учреждениях. Кроме того, продолжится реализация крупных проектов. Один из таких – строительство нового корпуса сотового губернаторского лицея в микрорайоне Юго-Западный. Сейчас здесь обучаются 1900 ребятишек. Хотя проектная вместимость рассчитана всего лишь на тысячу школьников. Строительство планируют начать весной 2023 года. На работы предусмотрено 700 миллионов рублей. Это с учетом недавнего роста цен на строительные материалы. Александра Никитина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.